Привет всем! 3 июня 24 года. Мы вновь в Марианских лазнях в Чехии. На сей раз встретили нас в Марианских лазнях. Очень сурово. Погода холодная. Люди все ходят в куртах, в жемпирах. Говорят, каждый день дождь. Но пока очень хмуро. И сегодня мой первый день. А живем мы в отеле Форест. Парк отель Форест. Я потом его сниму. В центре города ручеек. Там вдали. Утки плавают. Убежали от меня. Стрылись. Так, если она торчит, красивый мостик через него перекинут. И птички поют, как после дождя. Очень красиво. Зелень такая сочная. Пролежали сегодня из Праги. Ехали зеленые луга, леса, рай, одним словом. Парк отель Форест. Прямо вот лес примыкает к этому парк отелю. И сейчас пора цветения жасмина. Запах чудеснейший. Красивый. А пахнет, если можно было камерой запахи передать. И вот тут через дорогу, вот это здание желтое, угол виден в центре, это Грандотель Набоков. Один из самых крупных в Марианске классе. Пять звезд. Рододендрон. Уже отцвел. Вот единственный остался цветок. Рододендрон. Красавица. Одно из транспортных средств Марианских классов. Это вот такие экипажи с водителями кобылы и кобылами. Лошади, конечно, красивые. Там лихой казак сидит. С сидулькой во рту. В центре города водоем. В центральном парке. Фонтан иногда сильно бьет. Сюда же можно выйти из кафе. Прямо найти вот шезлонги. Хорошо отдохнуть с пивом. Снесли здание. Остался один фундамент. Здесь будет построен музей. И самое интересное, что есть надпись на иврите. Он звен Чип-Чип. Мы приехали в магазин, который называется Кауфланд. Немецкий магазин. Громаднейший торговый центр. Вон там, в той стороне, вход, кассы. Несколько рядов. Что мы тут видим, что написано. Кризовый прамень. Это крестовый источник. Вход в эту питьевую галерею. Она уже с этой стороны закрыта. С противоположной стороны. Там как раз питьевые бюветы, фонтанчики. Наверное, штук 5-6 видов воды минеральной. Есть описание каждого вида. И назначение врача. Вот такая интересная площадь. Вдали музыкальный фонтан. Я когда-нибудь сниму в этом году. Здесь еще она позже будет. Погода поменялась. Кажется, в лучшую сторону. Просветы в небе. Голубое небо. Но еще облака есть. Рододендрон. Уже скоро цветет. Но еще цветов много. Фиолетовые цветы. Фиолетового рогонтендра. Лесный прамель. Вальд Куэлле. Лесной источник. Корост спринг. Честный, английский, русский и немецкий. Вот он. Еще нарзан. Сейчас я буду им наполнять бутылкой. Лесной источник. Лесной источник. Лечереет. Доброе утро всем. 5 июня 24 года. Утренний лес. Вышел на тропу возле нашего спа-отеля Форест. Послушать пение птиц. Надеюсь, вы его тоже слышите. Гетово стежка. Тропа Геты. Здесь начинается. Солнышко только-только всходит. Вот там, на востоке. Буки. Ёлки. Но здесь больше букв. Чуть повыше ёлки. Ели. Очень много рода дендрома. Ой, как птички поют. Небо с утра голубое, но уже появляются облака. Температура утром была плюс 7. Сейчас уже плюс 9. Днем обещают плюс 17. Солнышко всходит. Утренняя прогулка после зарядки по Гетово стежке. Вот кто-то здесь пошутил. Оригинальная. Вдоль дорожки асфальтированной лавочки. Информационные стенды. Это Форест Отель. Парк Отель. Стройные высокие буки. Что-то было не знаю. У нас здесь есть пророчняющий стенд. А, это геологический парк. Это породы. Но на русском языке здесь, к сожалению, ничего нет. Часовня в лесу. Он там, а жил. Он там, а жил. А живай. Ха-ш-ш-ш-с-с-с-с-с. Я тебе не знаю. У нас здесь есть пророчня. Ха-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-а. Ха-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Продолжение следует... Какой интересный куст. Сейчас поближе подойдет. Еще ближе. Вот так. Еще одна разновидность ордодендрона. Я имею ввиду цвет растения. Прямо выше колоннады. Колоннада. Как раз вверху и написано. Колоннада. Здесь два петевых источника. Рудольф и Каролина. Это куст розы. Необычная роза с колючками. И цветочки маленькие. Не знаю как называется. Но запах изумительный. Знакомый ручеек. В лесу. За городом. Люди гуляют с собаками. Собаки с людьми. Гуляют. Тут написано. Махова кузелька. 50 метров. Что это такое я не знаю. Пойду посмотрю. В общем. Никакой я кузельки тут не нашел. Два хлипких мостика. Заболоченная территория немножко. И все. И так бывает. Очень сыро. В июньском лесу. В Марианских лазнях. Начало июня. Солнце уже. Считай зашло. Я успел пробежаться до. Лунной поляны. Вон там. Сквозь лес. Виднеется всего это. Строение. Сейчас подойду. Вот. Почти подошел. Надо отметить. Что. Отдыхающих почти не видно. В городе есть. А вот за городом. Отели. И. Так. По внешнему виду. Заметно. Что они полупустые. Несколько штук прошел. По нескольку машин стоит. Возле трех-четырехэтажных зданий. И больше ничего. Правильное название. Луна парк. Не лунная поляна. Это я по инерции. С архивом. Как всегда. Слышна работа. Косаря. В прошлом году. Тоже самое я слышал. Когда пришел сюда. Ну вот. Гостиничный комплекс. Вот. Какой-то тут даже. Десятка машин нету. А в том году. Жизнь кипела. Сейчас пойду назад. Минут сорок. Мне должно хватить. До темноты. Чтобы еще успеть набрать. Воду. В лесном источнике. Лесный прамень. Ну. Вперед. Речка чистая. Серебристая. Журчит. Журчит. Ручей. Журчит ручей. Поет ручей. А ты ничей. А я ничей. Вот так нарастают новые иголки. На елках. Светлого, светло-зеленого цвета. Господин Йоганн Вольфганн Гетте. Со своей музой. На опушке леса. В окружении. Рододендронов. Или по соседству с ними. Раннее утро. Я опять в лесу. В Марианских лазерях. Здесь памятник. Героям Первой мировой войны. Такой скромный. Крест. И надпись. 14-18 год. И на окружающих камнях. Таблички. Таблички. Вот на этом камне. Дальше. Здесь табличка. Вот на камне табличка. Вон. На камне табличка. И там. Внизу еще много камней. С такими табличками. Поза мной. Поза мной. Вон тоже. Почти на каждом камне таблички. До сих пор сидят память. Два ручья стекаются. Вон туда второй ключ. Ключей. Сливаются. Здесь мостик. А внизу сделали за пруду. Там когда-то рыба была. Сейчас, как нам сказали, ее всю поели. Изголодавшиеся, отдыхающие выловили и поели. Памятник кипринскому аббату Карлс Рейтенбергер. Симпатичный дядька. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова